Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города 567-1440, 567-1450 и задавать вопросы моему сегодняшнему гостю, вернее, очаровательной гостье, заместителю начальника управления по пенсионным вопросам Пенсионного фонда России, номер 18 по Москве и Московской области, Ирине Маркосовой. Здравствуйте, Ирина Александровна. Ирина Александровна, я хочу сразу уточнить нашим зрителям, что значит управление номер 18, это, соответственно, не только Щелково и Щелковский район, но также еще населенные пункты Фрязино, Лосино-Петровский и Звездный городок. Так что все, кто живет там, можете звонить к нам в студию, повторяю телефоны 567-1440, 567-1450, ну и задавать вопросы, естественно, связанные с пенсионным обеспечением. А мой первый вопрос такой к вам, Ирина Александровна, вот вы у нас были в гостях полгода назад, насколько я помню, тогда только-только началась пенсионная реформа с 1 января нынешнего года, итоги какие-то подводить еще совсем было рано, можно было только рассказать о том, что из себя представляет эта реформа. Ну, сейчас вот уже прошло 10 месяцев практически, поэтому, наверное, какие-то предварительные итоги можно подвести. Ну и вопрос такой, а что вот хорошего произошло за это время в нашем районе? Ну, что хорошего произошло. Итак, сегодня уже октябрь, 10 месяцев исполнилось с момента реализации новой пенсионной реформы. Ну, для пенсионеров, наверное, это не совсем заметно все протекает. Конечно, многие интересуются, как же у меня рассчитывается пенсия, задают вопрос, обращаются письменно, прошу предоставить расчет моей пенсии, причем расчет в баллах, потому что вот это вот новомодное слово «баллы» всех очень сейчас волнует. А сколько же у меня баллов? На самом деле у нас действительно пенсия сейчас пересчитывается в баллы, но рассчитывается она на 31 декабря 2014 года по старому законодательству, по нормам старого законодательства. Выводится размер пенсии на 31 декабря 2014 года. Дальше из размера пенсии, сложившейся на 31 декабря 2014 года, вычитается фиксированная выплата, которая раньше называлась базовым размером. Совсем раньше, до недавнего прошлого фиксированный базовый размер, она фиксированная, выплачивается фиксированная выплата, раньше выплачивалась из федерального бюджета, потом она вошла в состав страховой части, стала выплачиваться из бюджета пенсионного фонда за счет межбюджетных трансфертов. Ну и сейчас это называется фиксированная выплата. Вот из размера пенсии вычитается фиксированная выплата и дальше это делится на стоимость пенсионного коэффициента, которая на 31 декабря 2014 года стоила 64 рубля 10 копеек. Но потом повысили. Да, потом, да, она проиндексировалась с 1 февраля, да. На тот момент, соответственно, выходило при делении некое количество баллов. Фиксированная выплата у нас с 1 января 2015 года была увеличена 3935 рублей, то есть просто законодательно увеличена, не проиндексирована, а увеличена и установлена с 1 января 2015 года. И дальше вот замечательные вот эти баллы, они учитываются теперь в виде размера пенсии, да. Пенсия у нас стала называться страховая пенсия, раньше это называла страховая часть трудовой пенсии по старости, и раньше накопительная часть была, сейчас с 1 января 2015 года стала накопительная пенсия. Принцип расчета накопительной пенсии, если кто уже обращался за выплатой накопительной части пенсии, тот же самый. То есть средства пенсионных накоплений, аккумулированные в специальной части лицевого счета, делятся на ожидаемый период выплаты, получается некий размер. Вот этот некий размер прибавляется к основной пенсии, получается общий размер, полный размер пенсии. И вот этот кусочек делится на полный размер, и получается то, что получается. Если меньше 5% от размера пенсии, значит сумма пенсионных накоплений выплачивается в виде единовременной выплаты. Если больше 5%, вот этот кусочек рассчитывается на, раскладывается на ожидаемый период выплаты, выплачивается ежемесячно в виде вот этого кусочка. И в дальнейшем он индексируется так же, как и остальная пенсия. Ну а нужно как-то рассчитывать свою пенсию заранее, скажем так. С какого возраста нужно начинать думать о пенсии? Ну, как показывает жизнь, сейчас о пенсии нужно думать молодым. Вот замечательно проводит компания «Пенсионный фонд». Эта компания у нас ведется с 2011 года. Это пенсионная грамотность. То есть еще до начала реформы. Да. Это замечательная компания, которая позволяет молодым людям задумываться о своей будущей пенсии уже сейчас. Соответственно, в дни пенсионной грамотности, единые дни. Как правило, это бывает в сентябре, в начале учебного года. По всей стране. По всей стране, да. Поскольку он единый, по всей стране. Сотрудники пенсионного фонда выходят в учебные заведения. С открытым уроком пенсионной грамотности. И, ну, как бы, начиная свой урок, я могу сказать, я проводила урок уже в этом году, 22 сентября он проходил. Я его проводила в школе. И с чего я начала свой урок, это с того, что сказала, что, ребята, какие вы счастливые, что сейчас вас с молоду стали к этому готовить. То есть ваших мам, бабушек и дедушек особо никто не спрашивает. Какая будет у вас пенсия, что вы получите в итоге за всю трудовую жизнь. То есть никто не задумывался. Потому что, в принципе, ну, старость для молодых. Это... Очень далеко. Очень далекое, да, понятие. А сейчас, получается, все расставляет на свои места в жизни. Что для того, чтобы получать достойную пенсию, нужно о ней думать с молодой. И для этого... Что нужно делать? И государство, и правительство, и пенсионный фонд предоставляют очень много возможностей для этого. Управлять своими накоплениями. Получать белую зарплату. Требовать получения белой зарплаты, официальной зарплаты. Вести и отслеживать средства на своем индивидуальном лицевом счете. Делать накопления, отложения на свою будущую пенсию. Это, опять же, по желанию управлять своими средствами пенсионных накоплений. Либо оставлять их в государстве. Либо передавать их вне государственные пенсионные фонды. Либо в управляющие компании, в доберительное управление с теми компаниями, с которыми пенсионный фонд был заключен в соглашении. Масса возможностей. И начинается эта биография с маленькой зеленой карточки, которая называется «Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования». Насколько я знаю, что сейчас уже в обязательном порядке выдают при поступлении на работу? Его должны выдавать в обязательном порядке. Если его не выдают, значит следует задуматься, стоит ли устраиваться на работу. Что-то нечисто может быть. К этому работодателю. Кстати сказать, эти страховые свидетельства сейчас выдаются даже новорожденным. То есть идет активная кампания именно по страхованию новорожденных. Поэтому эта карточка, вот этот индивидуальный номер лицевого счета у каждого страхованного лица, он уникальный. На этом счете будет вся его история. История его трудовой жизни, просто жизни. И в единой базе, информационной базе, пенсионной базе, во всех базах. Этот номер будет фигулировать как уникальный для конкретного страхованного лица. Ну а сейчас мы можем получить какую-то информацию по этому номеру? Допустим, ну тот, кто еще не вышел на пенсию, конечно, а кто работает, ну скажем, 10, 15, 20 лет. Там есть какая-то информация? Как ее узнать? Эта информация может быть предоставлена либо через портал госуслуг, через личный кабинет. Вот, кстати, сейчас активно внедряется сервис личный кабинет страхованного лица. Либо в пенсионном фонде, либо через любые информаты, которые расположены, например, вот в Сбербанк, Газпромбанк. Были заключены соответствующие соглашения по установке терминалов, где, опять же, посетители банков могут заказать выписку из лицевого счета страхованного лица. И посмотреть, какие же пенсионные права на момент формирования выписки формируются у конкретного человека. Следующая услуга тоже интересная, я уже об этом говорила. Это так называемый пенсионный калькулятор. На сайте пенсионного фонда, на сайте Министерства труда, сцельного развития, можно посмотреть пенсионный калькулятор и самому рассчитать будущую пенсию. Ну, скажем так, патетически, да, зная, например, зная или предполагая, или желая, сколько человек будет получать зарплату, он может, заложив определенные параметры, желаемые, ну, можно и реально. Ну, опять же, по состоянию на сегодняшний день, да, или там инфляция как-то учитывается, скажем, за ближайшие 10-15 лет? Конечно, не учитывается, но как бы это, ну, в режиме текущего момента, да, понятно, что, скорее всего, это будет потом проиндексировано на уровне инфляции, уровень роста потребительских цен. Ну, на сегодняшний момент хотя бы можно понять, ну, принцип расчета, да, заложив определенные параметры, это стаж, заработок, страховые взносы, значимые периоды какие-то, да, в жизни, потому что не всегда есть возможность только работать. Есть такие периоды, как, например, для мужчин это служба в армии, для женщин это периоды ухода за ребенком. Если есть тяжелые жизненные какие-то ситуации, например, болеют родители или болеют дети, то есть периоды ухода, да, за детьми, за престарелыми, за инвалидами, это тоже социально значимые периоды на сегодняшний момент учитываются в баллах. То есть, если раньше это были не страховые периоды, за которых выплачивались возмещения, страховые возмещения, да, то сейчас это, опять же, стоят баллы, да, и в бальной системе это намного выгоднее расчет, чем нежели ранее рассчитывалось. Ирин Сан, у нас сейчас есть возможность узнать, насколько ответственно молодое поколение относится к своему будущему, к своему зрелому, так скажем, возрасту. Мы провели небольшой блиц-опрос на улицах Щелково, задавали вопрос, один единственный вопрос, задумываетесь ли вы о своей будущей пенсии? И вот, что нам ответили, давайте посмотрим. Очень интересно. Да, я задумываюсь, я перевела свою пенсию в негосударственный пенсионный фонд. Вот, задумываясь, да. И пока ничего не приводила никуда. Начисляется и все. В данный момент я прохожу военную службу, поэтому у меня будет фиксирована пенсия, и о всяких государственных и негосударственных программах повышения, я просто не знаю. Знаете, вот совершенно недавно задумывалась и даже подумала, что я могу с ней сделать. Начала вникать и не успела из-за двоих детей. Ну, в общем-то, да. Да, наверное. Ну вот, я так и не успела вникнуть, да. Пока нет. Пока не задумываюсь. Ну, как вам сказать? Ну, задумываюсь. Официально ищу работу, конечно. Работу официально. Только официально, потому что сейчас, если неофициально, это очень часто попадаются, ну, где могут бросить через колено, так можно сказать. Нет. Не задумываюсь. Даже боюсь думать. Очень интересно. Как вы можете прокомментировать эти ответы, Александр? Все-таки, наверное, превалируют больше те, кто задумываются. Те, кто задумываются, да. Да, очень интересно. То есть та информационно-разъяснительная работа, которая ведется, очень активно ведется и пенсионным фондам, и... То есть на центральном телевидении в нашем государстве, я думаю, что, да, дает свои плоды, хорошие плоды, да. Я хочу напомнить нашим зрителям телефон студии прямого эфира программы «Диалог», 496, код города, 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а у нас уже есть первый звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я пенсионер. Мне 63 года. И я продолжаю работать. Не от хорошей жизни мы работаем. Работаем, не закладая руку в борщице на хлебозаводе. И вот мы слышали о том, что нам, как бы рабочим пенсионерам, не будет никакой больше надбавки и прибавления пенсии. Но, извините, мы не от хорошей жизни работаем. Мы работаем, чтобы хоть немножко преувеличить пенсию. Вот у меня пенсия 9 тысяч. Я пошла на пенсию 1513 рублей. За период 7 лет, вот мне понемножку прибавили. Но жить, конечно, на такой пенсии невозможно. Вот у нас такой важный вопрос. Ответьте нам, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос, Ирина Александровна. Что скажете? Что грозит работающим пенсионерам? Недавно прозвучала такая информация. На заседании правительства правительство внесло предложение для работающих пенсионеров не производить индексацию пенсии. Вы работаете, и прибавка к пенсии вам до сегодняшнего момента производилась по тем страховым взносам, что за вас отчислял работодатель. Вот это ничего не поменяется для вас. Другое дело, что увеличение пенсии будет производиться в баллах. И за год можно будет заработать не более трех баллов для прибавки. То есть это максимальное ограничение для работающих пенсионеров. Но при оставлении работы, соответственно, те индексации, которые не производились, они, вот эти все индексы, при оставлении работы, вам будут восполнены. Ирина Александровна, уточните тогда, пожалуйста, сейчас вот стоимость балла в деньгах на сегодняшний день. С 1 февраля 2015 года стоимость балла 71 рубль 41 копейка. То есть произведена индексация на уровень инфляции, на 11,4. То есть инфляция, сложившаяся на конец 14-го года. То есть, как вы сказали, для работающих пенсионеров не больше трех баллов в год, соответственно, это 200 с небольшим рублей, да? Ну, здесь там немножко другое. Там нет уровня инфляции. Это баллы, это по тем взносам, которые отчисляет работодатель. Там производится расчет. То есть база, предельная база для исчисления страховых взносов по тарифу, по тому тарифу, который формируется в пенсионном фонде. Это 16 пунктов тарифа. Тариф у нас 22%. И дальше те взносы, которые зарабатывает застрахованное лицо, соответственно, делятся на вот эту вот предельную базу. 16 пунктов тариф предельной базы, нужная на 10. И дальше выводится вот этот вот коэффициент. То есть это балл, так называемый, да. И он не может быть более трех. Единственное ограничение. Ну, понятно, что людям сейчас очень сложно это понять, потому что это только-только. Еще не было такого расчета, потому что в этом году индексация проводилась еще по-старому. То есть впервые, в переходный период она как бы впервые. И, в общем-то, больше этого не будет. Будет уже расчет по-новому, то есть в баллах. А с 1 августа 2015 года многие заметили, получили круглую сумму, то есть с доплатой. Потому что учитывалось, то есть все неучтенные взносы на 31 декабря 2014 года, все, что у кого не учлось при назначении пенсии, при перерасчете, при переводе пенсии, при каких-то определенных обстоятельствах, не было выписки из лицевого счета при предыдущих каких-то моментах, при назначении. Вся вот эта вот неучтенная сумма страховых взносов была учтена на 1 января. И дальше, в дальнейшем, с доплатой в августе за 7 месяцев по 31 июля люди получили доплату. Давайте еще об одной инициативе нашего правительства поговорим. Недалеко, как вчера была опубликована эта инициатива о том, что до конца 2016 года заморозить накопительную часть пенсии. Что это грозит для тех? Чем это грозит для тех, кто выбрал накопительную систему? Ну, во-первых, помимо вот этого изменения, о котором вы сказали, заморозить пенсионное накопление, еще внесены изменения в части продления сроков выбора формирования пенсионных прав. Да, то есть страховая пенсия или накопительная. Да, то есть граждане 1967 года и моложе. До этого сроки у нас были до 2014-2015 год, то есть до конца 2015 года граждане 1967 года и моложе должны были определиться, формировать ли им только страховую пенсию или страховую и накопительную пенсию. Ввиду того, что основная масса людей, в общем-то, определилась, потому что, несмотря на то, что эта компания как бы широко растиражирована, но желающих формировать именно накопительную пенсию не очень много. Но, тем не менее, как бы решили еще этот срок продлить для того, чтобы люди, может быть, некоторые не вникли, потому что все-таки основная масса у нас молчанов, многие идут по течению и, в общем-то, привыкли, что за них что-то решает государство. Еще дали возможность людям как бы подумать, как формировать. То есть для тех, кто работает, соответственно, выбор продляется до конца 2016 года. Опять же, это все внесено изменениями, пока еще законопроект не принят. Для тех, кто еще не начал трудовую деятельность, для молодых людей, которые только начинают трудовую деятельность, такая возможность у них будет в первые пять лет после начала трудовой деятельности тоже определиться. Здесь хочу сказать, что многие задают вопрос, а что вы посоветоваете, а что выгодно. Вот ни в коем случае это не совет, это просто разъяснение. То есть страховая пенсия защищена государством, то есть те страховые взносы, которые поступают на страховую пенсию, они защищены государством, индексируются на уровень, я уже сказала, уровень инфляции. То есть поэтому они, соответственно, прирастают и защищают. Все, что связано с пенсионными накоплениями, они зависят исключительно только от дохода от инвестирования. Есть этот доход, нет этого дохода, соответственно, зависит прирост. То есть могут быть и убытки. Конечно, никто совсем эти накопления не отнимает, но понятно, да, что если прироста нет, соответственно, номинал, то, что вы вложили, вы и получите без всякого прироста. Здесь единственный риск в этом плане. Поэтому если кто-то уверен, что у них все хорошо будет, что они умеют управлять этими деньгами, что они могут и интересуются именно историями государственных пенсионных фондов, на сайте пенсионного фонда как раз выложен перечень государственных пенсионных фондов, управляющих компаний, выложена текущая доходность, сложившись на 31 декабря 2014 года, и, соответственно, они могут попробовать перейти из одного НПФ в другой НПФ, из одной компании в другую компанию. Вот у меня есть небольшая статистика. Значит, с начала 2015 года в наше управление 600 человек обратились за, соответственно, изменением каких-либо своих пожеланий. Об отказе от финансирования накопить на части обратились 171 человек. Ой, простите, это два человека всего отказались. Всего отказались. Все остальные, это значит, умолчали. 317 человек перевели средства вне государственной пенсионной фонда, из государственного пенсионного фонда. То есть они решили рискнуть и попробовать из государственного пенсионного фонда. Выбрали для себя более приемлемый вариант формирования, да, и управления своими накоплениями. 25 заявлений выбрали другие управляющие компании. То есть из одной в другую. Из одной в другую, да. Вернулись 120 человек в пенсионный фонд. То есть какие-то ситуации, значит, их не устроило. То формирование своих накоплений, значит, либо убыточные, соответственно, они ничего, никаких приростов не получили. Вернулись в государственный пенсионный фонд. И 136 человек просто поменяли. Один НПФ на другой. Ну, это может быть связано с какими-то ситуациями. Поменяли место работы, например, да? Ну, может быть, поменяли место работы, да. Может быть, опять же, ознакомившись на сайте с историей, с лучшими условиями, да. Потому что понятно, что сейчас НПФ у нас вступили в систему гарантированности пенсионных накоплений. И в зависимости от их рейтинга люди и выбирают, в общем-то, дальше формирование своих. Ирина, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем, что хотят спросить у вас наши зрители. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Тишина. Что у нас со звязью? Здравствуйте, говорите. А вот наш зритель нас не дождался, к сожалению. Не дождался или сорвался звонок. Ну, что поделать, Александр. Мы в любом случае ждем звонков наших зрителей. Повторяю, номер телефона 496-567-1440, 567-1450. Будем ждать звонков уже после небольшого перерыва. Буквально на 2-3 минуты мы сейчас уйдем, посмотрим рекламу. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Диалог». Напомню, что сегодня в гостях у меня заместитель начальника управления по пенсионным вопросам Пенсионного фонда России по Москве и Московской области номер 18 Ирина Маркосова. Напоминаю также, что программа идет в прямом эфире. Телефоны нашей студии 496-567-1440 и 567-1450. И у нас есть еще один очередной звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть категория пенсионеров репрессированные? Вот я хотела бы узнать, какая сумма на сегодняшний день у нас прибавляется к пенсии? Спасибо. Есть какие-то отдельные? Дело в том, что именно по репрессированных к пенсии доплаты мы не устанавливаем. У нас есть надбавка. Она была введена нормами старого законодательства еще до 2002 года. И поэтому надбавка к репрессированному просто уже включена в состав пенсии. Индексируется вместе с ней. Сказать ее размер на сегодняшний момент, ну, понятно, что не представляется возможным. Нужно смотреть, соответственно, конкретного человека. А то, что касается региональных доплат, это относится к Управлению социальной защиты. Наверное, нужно поинтересоваться у них этим вопросом. То есть это вопрос не пенсионный фонд. Режиссер мне сообщил, что вернулся к нам тот зритель, который не дозвонился в первую половину нашей программы. Сейчас он на связи. Давайте послушаем. Здравствуйте. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это я кто... Добрый вечер. Я хочу попросить узнать то, что у вас... Скажите, пожалуйста. Вот я перевелся на пенсионный, негосударственный... Очень плохая связь. Насколько я понимаю, наш зритель спрашивает, как перевестись в негосударственный пенсионный фонд. Перевестись или уже перевел? Я вот не совсем услышала. Уже перевел, как он сказал. Уже перевел. То есть заключил договор с негосударственным пенсионным фондом. А дальнейшее действие следующее. Если он, соответственно, будет формировать свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, соответственно, и назначать накопительную часть или выплату единовременно, он будет обращаться в этот негосударственный пенсионный фонд. То есть здесь уже, как бы назначая пенсию у нас, порядок какой? То есть если человек формирует свои пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, соответственно, он принимает все условия, что предлагает негосударственный пенсионный фонд. Та доходность, которая получается, она получается в негосударственном пенсионном фонде. Убытки и значки номинально он получает то, что вложил. А дальнейший механизм следующий. При назначении пенсии в пенсионном фонде, в нашем пенсионном, в государственном пенсионном фонде, скажем так, негосударственный пенсионный фонд там делает запрос о размере пенсии. Для того, чтобы рассчитать, какую сумму ему следует выплатить, опять же, после назначения пенсии. То есть порядок расчета уже производит тот негосударственный пенсионный фонд. Опять же, еще раз повторюсь, как пенсионный фонд, негосударственный пенсионный фонд себя чувствует, куда он инвестирует эти вложения, это нужно интересоваться именно в самом негосударственном пенсионном фонде. То есть если человек уже туда перевел, соответственно, он принимает, принял те условия, что он ему предложил. Они его устроены. Если его по каким-то причинам, опять же, не устраивают эти условия, или он будет менять... Ну, иногда бывает, что работодатель находится на обслуживании в негосударственном пенсионном фонде, и, соответственно, человек, устраиваясь на работу, он принимает условия работодателя. Если он меняет работодателя, соответственно, он может, опять же, поменять, то есть не обязательно продолжать формировать свои права в этом же негосударственном пенсионном фонде. У старого работодателя, да, условно. он может поменять свое решение, перевестись либо в другой негосударственный пенсионный фонд, либо вернуться в государственный пенсионный фонд. Это уже право каждого человека. У нас есть еще на связи наш зритель. Вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вам пять минут назад задавали вопрос по поводу индексации работающим пенсионерам, что ее не будет в 2016 году, кто работает. Но я вот не знаю, правильно я вас поняла? Вы сказали, что когда я закончу трудовую деятельность, останусь на пенсии, мне за эти годы проиндексируют ее? Да, соответственно. Или она останется на сегодняшний день, какая она у меня есть? Нет, конечно. Соответственно, это было заявлено на заседании правительства о том, что несмотря на то, что индексация производиться не будет, но при оставлении работы, соответственно, все индексы за вами сохраняются. Спасибо за вопрос. Ирина Александровна, мы в основном первую часть нашей программы говорили о тех людях, которым еще только предстоит получать пенсию, задумываются ли они о ней, если задумываются, то какие усилия предпринимают для того, чтобы получать больше, уж так скажем, открытым текстом. Ну, а сейчас я предлагаю послушать тех, кто уже получает пенсию, уже достаточно давно получает. Давайте послушаем. Это еще один небольшой блиц-опрос на улицах Щелково. Давайте посмотрим сюжет. Совсем недовольна. Маловато. Маловато. По нашей жизни надо. Ну, видишь, от нас не зависит. Абсолютно. По нашей жизни, по этим ценам трудновато сильно. Нет, мы своей пенсией недовольны, потому что нас обманули. Мы работали во вредном производстве всю жизнь. А пенсии нам не дали нашу заработанную. У меня минималка 8,5 тысяч всего. Конечно, я недоволен, елкой палкой. Я довольна. Я уже давно на пенсии. Ну, вот сейчас обещают еще прибавить немножко, вроде бы нам индексацию сделать. Я к тому же еще инвалид второй группы и вдова участника войны. Так что у меня там какие-то еще доплаты к пенсии. Так что хватает, я живу одна. Доволен. Доволен. Ну, хотелось бы побольше. Ну, нет, конечно. Ну, что там 9 тысяч, 10, что такое? Нормально. Спасибо. Спасибо, нормально. Ну, 12, 13 у меня пенсия. Ну, за квартиру тысячу, 15, 14. Я считаю, нормально. Спасибо. Ха-ха-ха. Конечно, нет. Как вы думаете, 10 тысяч пенсия, это нормально? Я думаю, что нет. Так что мои пожелания правительству, значит, поднять пенсию хотя бы до того уровня, чтобы можно было на нее жить. Ну, пожелания правительства мы будем потом комментировать. У нас просто приоритет мы отдаем нашим зрителям. Ирина Александровна, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот в цыганке стажу нету. Человек он работал 30 лет. Пенсия одинаковая. Как это так получается? Минималит, второй группы, пенсионер. По второй группе положено платить 2 тысячи рублей. Ото всего, когда отказывается. А отказывается, тысячу триста, все равно плодим. Почему такое? Спасибо. Все, спасибо. Спасибо вам за вопрос, Элина Александровна. Может, такое быть, чтобы не платили по инвалидности, не доплачивали, так скажем? Ну, здесь вопрос, наверное, по доплате как федеральному льготнику ежемесячной денежной выплаты. Она, соответственно, распределяется, делится, устанавливается в тех размерах, которые соответствуют определенной категории. Для инвалидов второй группы, третьей группы, первой группы, много категорий федеральных льготников. Соответственно, если человек не отказывался от набора социальных услуг, то есть каждой ежемесячной выплате предоставляется набор социальных услуг. И федеральный льготник должен определиться, как его получать. В виде натуральных льгот, либо в виде денежной выплаты. Если тот набор, который предлагается, а это лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд пригородным транспортом, если набор вот этих натуральных льгот не устраивает льготник, лекарства, либо лекарства не предоставляются в том объеме или не те, которые нужны для этого заболевания, либо не пользуются санаторием, либо не пользуются электричком, то у каждого федерального льготника есть право отказаться от натуральных льгот и получать денежные выплаты. Вот, к сожалению, не записали фамилию, то есть в чем был вопрос, в размере, то есть не устраивает размер или именно отказался, не отказался. То есть вот хотелось бы поподробнее, вот предыдущие, кто задавал вопрос. Насколько я помню, он сказал, что размер не устраивает, что не 2 300 вроде как положено по закону, а 1000 300. Нет, не по закону, это полный размер с учетом отказа, то есть установлено. Он делится на две части, натуральная и денежная выплата. И вот эта натуральная, она также может быть установлена денежным эквивалентом, либо натуральным. Вот как бы размер, да, вот установлен такой, но выплачивается меньше. Почему? Потому что видно, человек либо не отказался, не успел отказаться, потому что выбор нужно делать до 1 октября на следующий год. Если люди уже написали и сделали, оно пролонгируется, там были внесены изменения законодательством с 2009 года, поданные заявления, пролонгируются до 31 декабря года, в котором человек решит изменить свое решение. Если раньше решения принимались ежегодно, то сейчас вот отказался и дальше по факту обращения. Вот если с выплатой непонятно у товарища, который звонил, да, он может обратиться в пенсионный фонд, просто уточнить конкретно, назвав свою фамилию, мы посмотрим, что конкретно он получает. Просто вот не совсем понятно, что именно. Ну давайте вернемся к нашему видеосюжету. Тенденция, естественно, понятна, хоть и есть довольная, но все-таки процентов 70, конечно, недовольны размером своей пенсии. И даже было такое предложение, что поднять ее хотя бы до того уровня, на который можно прожить. Хотя, конечно, понятно, у каждого требования разные. Понятно, что пенсия, она индивидуализирована, понимаете, и устанавливается, исходя из конкретных параметров конкретного человека. Если бы у нас пенсии были распределительные и устанавливало бы государство, исходя из своей воли, да, то вот это вот пожелание, наверное, было бы обосновано. А здесь пенсия у нас все-таки рассчитывается, исходя из стажа и заработка конкретного человека. Если гражданин, опять же, недоволен размером пенсии, значит, были какие-то жизненные ситуации, которые не позволили ему заработать максимальную зарплату или выработать максимальный стаж, который бы позволил увеличить именно размер пенсии. Поэтому, если, опять же, после назначения пенсии или при назначении пенсии ни разу не обращался с вопросом проверки, правильности назначения пенсии, ну, можно вот, у кого маленькие размеры, ну, обратиться, опять же, за разъяснением, а как же сложилась пенсия для того, чтобы хотя бы человек успокоиться, да, в том плане, что, ну, вот, что есть, что получилось в итоге, то получилось, что это не зависит от воли или неволи, там, каких-то государственных органов, то есть пенсионного фонда, государства, там, пожелания, там, правительства или государства, да, поэтому надо все проверять. Вот вспомним последнего героя этого сюжета, мужчина, который сказал, что, ну, который, собственно, и обратился к правительству и пожелал, ну, вот, он сам, видимо, постеснялся сказать, кто он, а мужчина стояла рядом, сказал, что, говорит, а, ну, заслуженный учитель России, между прочим, а пенсию, как он сказал, 10 тысяч всего. Есть какие-то льготы вот у таких социально значимых профессий, учителя, врачи? Ну, учителя, врачи, они имеют льготы уже по пенсионному обеспечению, то есть им государство дает право досрочно выйти на пенсию, ну, либо, скажем, у этого учителя, опять же, была не очень большая зарплата, да, потому что, опять же, непонятно, когда он вышел на пенсию, да, если давно вышло 10 тысяч, то совсем непонятно, то есть, почему она такая маленькая. Ну, значит, надо смотреть, какой стаж сложился, какая была зарплата, что у него учтено, были ли взносы достаточно большие, то есть здесь много параметров нужно учитывать. Поэтому все нужно проверять, обращайтесь, пожалуйста, будем смотреть. Сколько всего вы опекаете пенсионеров, сколько людей стоит на учете в вашем ведомстве? В нашем ведомстве стоит порядка 70 тысяч, это... Ну, те населенные пункты, о которых мы говорили. Да, да, поэтому, конечно, очень большое количество этих пенсионеров, да, и помимо пенсионеров мы еще обслуживаем федеральных льготников, и, то есть, понятие пенсионного фонда и вообще те функции и задачи, они давно вышли за рамки чисто именно пенсионных функций, да. Всем известно, что пенсионный фонд еще и занимается оформлением и выдачей материнских сертификатов, да. Материнского капитала. Материнского капитала, да. Опять же, занимается администрированием страховых взносов плательщиков и страхователей, учитывает именно взносы плаченные, фиксированные в виде фиксированных индивидуальными предпринимателями, то есть самозанятым населением, работают за застрахованных лиц. Поэтому здесь очень огромные функции, которые занимаются, объем работы, да. Кроме того, пенсионный фонд занимается, то есть, в рамках заблаговременной работы проводит работу именно по оценке пенсионных прав застрахованных лиц задолго до предполагаемого выхода на пенсию, учитывает стаж на лицевом счете, неучтенный, да, до даты регистрации в системе персонализированного учета. То есть у нас есть учтенный страховой стаж после 2002 года, когда работодатель уплачивал страховые взносы, и, соответственно, стаж учитывается при условии уплаты. А есть стаж трудовой, так называемый, до 2002 года, который вне зависимости от уплаты учитывается, опять же, да, как трудовой. Ну, опять, до регистрации он учитывается по трудовой книжечке, да, после регистрации по выписке из лицевого счета. Вот это надо четко как бы понимать. Если есть период, когда человек в записи есть трудовой книжечки, он успокоен, спокойно дожидается своей пенсии, вот все-таки стоит побеспокоиться и проверить, отражен ли он на лицевом счете этот стаж. Потому что если его нет на лицевом счете, нужно будет заранее с ним поработать, то есть делать какие-то запросы, если организация ликвидирована, значит, поискать в архивах информацию, где находятся данные, да, потому что бывает, что человек приходит, а у него нету периодов на лицевом счете, не отражены после регистрации, и начинается, ах, а он работал где-нибудь на Дальнем Востоке. Понятно, запрос туда, запрос обратно, несмотря на то, что есть электронные у нас взаимодействия, ну, зачастую приходится переадресовывать запросы, потому что документы передавались из одного архива в другой архив, поэтому сложности по времени, и все это растягивается, конечно, человек недоволен. Поэтому если человек все-таки побеспокоится, придет заранее, мы с ним поработаем, сделаем запрос, необходимый проверим, во всяком случае он будет знать, к чему ему готовится при назначении пенсии. Вот такая вот замечательная работа ведется в пенсионном фонде. И еще есть замечательный, сейчас опять же внедряются сервисы, личный кабинет застрахованного лица, уже о котором я говорила. Это на сайте Пенсионного фонда России. На сайте Пенсионного фонда, да. И можно через этот же кабинет записаться, то есть у нас существует предварительная запись для назначения пенсии, заранее, в удобное время, в удобное число, записаться на прием для подачи документов на назначение пенсии. Можно подать документы в электронном виде. Точно так же сервисы у нас позволяют в настоящий момент вот это делать. Я еще раз напомню нашим зрителям телефон прямого эфира 496-567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Ирина Александровна, мы с вами уже обсудили разные инициативы правительства и по поводу заморозки пенсионных накоплений, и по поводу продления права выбора страховой накопительной пенсии и некоторые другие. Но вот есть еще такая инициатива, которая пока еще не официально не прозвучала, но тем не менее витает в воздухе уже, наверное, не первый год. Понимаете, о чем я говорю? Да, о повышении пенсионного возраста. Наверное, это всех сейчас волнует, хотя не все об этом говорят вслух. Что нам грозит в случае, если повысится возраст? Ну, сейчас я знаю, что если я, например, по достижению пенсионного возраста не выхожу на пенсию, то есть продолжаю работать, то с каждым годом моя дальнейшая пенсия будет увеличиваться. Да, совершенно верно. Это законодательное движение. Продолжение рабочего стажа. Ну, а сейчас это значит, если это состоится, то это будет официально. То есть это стимулирование людей к более позднему выходу на пенсию. То есть здесь получается, что человек добровольно повышает себе возраст при определенных условиях, если у него хорошая зарплата, если он достаточно уверенно себя чувствует в жизни, и он может добровольно отложить выход на пенсию. И здесь законодательно закреплено так называемые бонусные или коэффициенты, льготные коэффициенты, которые увеличивают будущую пенсию в зависимости от количества лет отложенных. Официальное повышение возраста здесь понятно, что очень много сломано копий. Да, кто-то за, кто-то против в правительстве. Опять же, Министерство финансов настаивает на повышение возраста, правительство против. На сегодняшний момент это решение категорически отрицается. Никакое повышение пенсионного возраста официального для обычных граждан не планируется. Опять же, на уровне правительства ходят разговоры о повышении. Внесены предложения о повышении пенсионного возраста для государственных служащих. Но опять же, это будет не резкое повышение возраста, а постепенное. То есть никаких резких колебаний для вот этой категории государственных служащих не будет. То есть будет последовательное повышение. Поэтому я думаю, что и для них не очень это будет болезненно. Тем более, что и сейчас они работают достаточно. Да, тем более, что они работают, да. Долго после достижения пенсионного возраста. Да, 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 совершенно верно. У нас осталось еще немного времени, и мы можем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Будьте любезны, у меня два вопроса. Я бывший как бы москвич, и только в восьмом году переехал в Лапрязино. Я являюсь пенсионером уже почти семь лет-восемь. Значит, вот я бы хотел, чтобы мою пенсию проверили, потому что у меня стаж 50 лет, и заработная плата была нормальная. Дело в том, что когда я пытался, я сначала жил некоторое время в Щелково, и когда перешел в Опрядино жить, попытался перейти в пенсионный фонд в Рязинске. И когда мне начинали проверять пенсию, то оказалось, что мне очень много недоплачивают. Потом мне пришлось из-за того, что не платили с этим переходом пенсию, переходить опять в Щелково. И поэтому я думаю, что, возможно, я не получаю тех денег, которые мне положено. Спасибо за вопрос. Это первый вопрос. И второй вопрос такой, он, наверное, для всех актуален. Пенсионеры Московской области и пенсионеры Москвы. Вот мы не можем, я в Москве прожил очень много лет, и теперь я в Москву не могу поехать, просто даже навестить своих друзей, родственников и т.п. Потому что я должен за транспорт в Москве платить. А те москвичи, которые приезжают на дачи, они, я думаю, не пользуются льготами подмосковными. Большое спасибо за вопрос, Елена Александровна. Извините, что я прервал нашего зрителя. И, в общем-то, у нас осталось буквально две минуты, поэтому, если можно, коротко, вот так, в порядке, блиц ответа на то, что задал наш зритель. В отношении проверки пенсии, пожалуйста, может обратиться, обязательно должен обратиться, можете даже ко мне на прием обратиться. В пенсионный фонд я в Щелково, да, нахожусь в кабинете, в 107 кабинете, пожалуйста, по понедельникам с 11 до часа у меня личный прием, можете обратиться. В отношении предоставления проезда, это вопрос не пенсионного фонда, это больше все-таки взаимоотношения субъектов, то есть Москвы и Московской области, это вот уровень социальной защиты. То есть они предоставляют, ну, как бы, возможности, да, то есть карточки вот эти транспортные для пенсионеров, для проезда. Поэтому это вопрос к региональным субъектам, да, то есть к управлению социальной защитой. И поскольку две минуты осталось, мы не сказали тоже о важном управлении, это материнский капитал. Если кто-то из владелец сертификата сейчас нас слушает, хочу к вам обратиться с настоятельной просьбой. Еще раз напомнить, что мы занимаемся реализацией федерального закона о единовременной выплате из средств материнского капитала 20 тысяч. Сроки подачи заявлений ограничены. 31 марта 2016 года последний срок подачи заявлений. Пожалуйста, кто хочет, кто не знал или забыл, или нет возможности, может обратиться за получением этой единовременной выплаты на повседневные нужды. Напоминаю, что размер материнского капитала с 15-го года 453 тысячи 26 рублей. Если остаток средств меньше 20 тысяч, и он думает, что он не может ими воспользоваться, может воспользоваться и получить в размере остатка эти деньги. Большое спасибо, Ирина Александровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. К сожалению, звонков очень много, поэтому я тоже обращаюсь к зрителям. Приходите на прием к Ирине Александровне Маркосовой в Пенсионный фонд России. Ну, соответственно, в управлении номер 18 Пенсионного фонда России. Город Щелково, Пролетарский проспект, дом 1, кабинет 107. Дом 3, кабинет 107, правильно. Еще раз спасибо, я желаю вам всего доброго, счастливо, до следующего вторника. Субтитры подогнал «Симон»!